Всем привет, друзья! Меня зовут Вероника Джейми и добро пожаловать на мой канал! 26 июля мне исполнилось целых 16 лет, я старею, и в честь этого я решила записать вам видео о своих подарках. Я делаю это, мне кажется, каждый год, или по крайней мере я стараюсь делать это каждый год, потому что знаю, что вы очень сильно любите такие видео. Я специально даже украсила вам фон потрясающими цветами, которые мне подарили, и я скоро расскажу вам, какие цветы от кого. Так что, давайте начнем, приступаем к видео о моих подарках. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали, и мы начинаем. Традиционно я начну с подарка от мамы. Это красивейшее, идеальное платье, в которое я влюбилась с первого взгляда в магазине и говорю маме, пожалуйста, мать, мне оно очень нужно, я буду справлять в нем день рождения, и... Ну, как бы... Она у меня есть! Это просто чудесное платье с офигенной, вьющейся, красивой юбкой. Тут даже есть вот такая вот приятная подкладка, поэтому юбка всегда кажется очень такой объемной, и знаете, это такое идеальное платье для того, чтобы просто стоять и кружиться, потому что юбка выглядит просто волшебно. Я сейчас вам тут вставлю видео, это видео с моего дня рождения, и, как вы видите, это платье просто потрясающе выглядит на мне. Поэтому, мамочка, большое тебе спасибо, это просто еще одна вещь в моем гардеробе, которую я бы с радостью носила, не снимая просто. Кстати, у меня есть еще одна такая вещь, и я ее даже показывала в одном из видео о моих подарках, только не на день рождения, а на Новый год. Это просто шикарная куртка зимняя, в которой я готова жить, спать, просто существовать, и если надеть вот это платье с той курткой, то мне кажется, что больше я никогда в жизни не буду переодеваться. Так что, мамочка, я знаю, что ты это посмотришь, огромное тебе спасибо, это платье просто мечта. Следующий подарок от моего родного, любимого и единственного брата Жени. Он приехал ко мне на день рождения, правда, он приехал буквально на 10 минут, потому что мало того, что он опоздал на полтора часа, он приехал, и тут ему звонят, говорят, Женя, у нас дела срочные, все, приезжай, нам нужна твоя помощь, и в итоге он посидел 10 минут, поел пиццу и уехал. Это было шикарно, мы даже не поиграли в мафию, но спасибо, что хоть увидела его в этот день, и на этом спасибо. Итак, в этом огромном чудесном пакете, который мне очень нравится, потому что я обожаю такие нарисованные цветы, находится, внимание, такая вещь, ну не совсем вещь, как вещи, это две вещи, которые идут как одна вещь, хотя, если очень хочется, можно носить и поодиночке, но лучше вдвоем. Так вот, я их очень хотела, я видела их в магазине и просила маму подарить мне их на день рождения, а мама подумала, что так, нет-нет-нет, сейчас мы распределим бюджет по всей семье, и потихоньку оденем Веронику на день рождения, и к платью мне подарили офигенные кеды, только посмотрите на них, я всю жизнь мечтала о высоких кедах, потому что у меня все низкие, и мне кажется, они выглядят потрясающе, и да, я знаю, что кажется, будто у меня где-то 45 размер ноги, на самом деле у меня 38, я не вру, у меня правда 38 размер ноги, но такая обувь, такая модель, я их еще не носила, но мерила, они идеально сидят, я надеюсь, они будут удобными. Женя, огромное тебе спасибо, мне очень нравится их дизайн, и да, я просто в восторге. Также здесь лежал мой любимый шампунь от Pantene, тут даже шампунь, бальзамополаскиватель и интенсивный уход, как бы три в одном. Моим вот подобным волосам на удивление подходит Pantene, так что пользуюсь только им, огромное-огромное спасибо. И также Женя подарил мне денежку, очень полезный подарок, сумму называть не буду, потому что так не принято, но я уже кое-что себе купила, и мне очень приятно. И самое, пожалуй, прекрасное, это вот такой чудесный, я не знаю, как это сказать, это не букет, в общем, просто такие шикарные, красивые цветы в потрясающей коробочке, потом, когда они, к сожалению, завянут, потому что их нельзя нормально полить, они очень быстро вянут, но останется такая прелестная коробочка, и я ее обязательно возьму с собой в новую квартиру, когда будут переезжать. И, кстати, я только что поняла, что все это время я говорила, что это подарок от Жени, а это подарок от Жени и от его девушки Вики. Если вдруг, хотя очень сомневаюсь, но вы это смотрите, то Вика, Женя, привет, я вас очень люблю. Спасибо вам огромное, это просто шикарно. К сожалению, в этом году мой папа, главный весельчак, не смог присутствовать на моем празднике вживую. Он в начале месяца заболел коронавирусом и лежал в больнице, и это было очень опасно. Он писал мне, что настолько сильно заболел, что был в шаге от максимально тяжелого лечения, но, к счастью, все обошлось, и он вышел из больницы, но вышел из больницы, он, кажется, 23 или 24 июля, и ему нужно было соблюдать карантин, поэтому он не смог присутствовать, но перекинул мне утром на карту денежку, поздравил меня, так что, папа, если ты это смотришь, то большое тебе спасибо и выздоравливай, потому что я соскучилась и очень хочу встретиться. Следующий подарок от моей прекрасной, любимой подруги Сони. Она пришла ко мне на день рождения, мы с ней очень давно не виделись, подарила мне чудесные Рафаэлки, и, кстати, я надеюсь, вы оценили то, что я сохранила коробку, хотя там осталась всего одна Рафаэлка, и я не доела ее специально, чтобы показать вам коробку, а то я в каждом своем видео говорю, у меня была какая-то вкусняшка, мне что-то подарили вкусненькое, но я все съела, извините, а вот сейчас я специально сохранила, и также денежку, тоже куплю себе что-нибудь нужное, спасибо огромное, Соня, я очень по тебе скучаю, мы очень-очень редко видимся, хотя живем в 15 минутах, мы живем пешком друг от друга, но увидимся мы просто, дай бог, раз в полгода, я не знаю, как так получается, но я тебя очень люблю, скучаю и жду следующей встречи. Случился просто самый страшный кошмар, который мог случиться, я смотрю на два букета от мамы Сони, Веры, и от других родственников, и я понимаю, что я не помню, кто подарил какой букет, поэтому я сейчас покажу неверный букет, пожалуйста, простите меня, но я надеюсь, что я не ошибаюсь, и мама Сони, Вера, подарила вот такой вот чудесный, огромнейший букет, он невероятно красивый, очень-очень вкусно пахнет, и опять, если я ошибаюсь, пожалуйста, простите меня, но я думаю, что это был подарок Веры, так что, Соня, Вера, огромное вам спасибо, я очень всегда рада вас видеть и на своих праздниках, и просто так, так что спасибо. У меня есть лучший друг Денис, с которым я знакома, ой, не соврать бы, где-то с 2013 года, и уже где-то 4 года он приезжает из Кингисеппа ко мне в Петербург на день рождения, дарит мне подарки, и мы видимся, и этот год не стал исключением, и я знаю, что Денис очень сильно мечтает переехать в Питер, и поэтому очень символично, что он подарил мне вот такой пакет, самая такая знаменитая визитная карточка Петербурга, поэтому можно просто по одному пакету понять, что это точно подарок от Дениса. Сейчас вы видите просто самое лучшее, что я даже не могла предположить, что Денис сделает это, но он сделал, и мне кажется, что вот мне 16 лет, и за 16 лет у меня не было лучше подарка, и, скорее всего, больше не будет. Это кружка. Казалось бы, простая белая кружка, но это не обычная белая кружка. Внимание, сейчас сядьте поудобнее, потому что если вы сейчас, то, что вы сейчас увидите, вы можете просто упасть от того, насколько это прекрасная кружка. Итак, раз, два, три. Кружка с мемом, с Томом Холландом! Это же просто шикарно! Я не знаю, как описать вообще мой восторг. Вы бы видели мое лицо, когда я только увидела эту кружку. Это просто моя самая любимая его фотография. Том Холланд своего рода не то, что, ну, как мой кумир, просто он мне безумно нравится. Я смотрела некоторые фильмы с ним, не прям все, я не какая-то мегафанатка. Успитываешь симпатию к человеку, и Том Холланд это шикарный человек. И у меня теперь есть просто любимая кружка. Еще он подарил мне один из моих самых любимых вкусняшек. Это такие кисленькие конфетки. Я очень такое люблю, я вообще обожаю кислое. И поэтому такой сахарно-кислый вкус, это шикарно. И еще три такие красивые масочки для лица. Видимо, Денис знает, что у меня очень проблемная, сухая, морщинистая, старая кожа. Поэтому он понимает, что он как бы в моем возрасте, 16 лет, уже как-то надо заботиться о себе. Поэтому подарил мне эти маски. Денис, большое тебе спасибо. Ну, сам понимаешь, в нашем возрасте все-таки нужно же, хочется как-то оставаться красивой. Я надеюсь, это мне поможет. Спасибо огромное. Сис, я тебя люблю. Это чудесный букет. Мне сюрпризом подарил мой дядя Руслан, которого я пригласила на день рождения. Но он очень-очень занятой человек, и я думала, что он не придет. Но он написал, что придет. Просто я буду. Это все, что он мне написал. И я даже все равно еще не была уверена, ждать ли его. Так мало того, что он приехал. Он приехал со своей женой Лидой. Он приехал со своей дочерью Алиной. И Алина привела своего парня. И самое, наверное, удивительное, то, что у этой его дочери Алины тоже день рождения 26 июля. И ей исполнилось 18 лет. И я была очень рада впервые с ней познакомиться. И они подарили мне также конвертинг с деньгами. Сумму я озвучивать не буду, это не культурно. Но огромное спасибо, мне очень приятно. И мне очень было приятно такой вот сюрприз, потому что людей на дне рождения было не очень много. И они пришли и вот очень скрасили обстановку. Так что, если вдруг кто-то из этой семьи посмотрит меня, то огромное вам спасибо. Мне было очень приятно. И также большое спасибо за цветы. Следующий подарок от чудесного, светлейшего, солнечного человечка, очень веселого. Это подарок от девушки по имени Эда. Изначально была мамина подруга. Но потом так вышло, что мы все сдружились втроем. И часто куда-то вместе ходим, гуляем, просто там общаемся. Она принесла чудесные розы. Это хоть очень такой, казалось бы, какой-то маленький букетик. Но, если честно, я обожаю маленькие букетики. И я просто обожаю розы. И они фантастически пахнут. Я обожаю запах цветов. И я обожаю розы. И поэтому, понимаете, как я была счастлива. И помимо цветов, Эда принесла мне такой чудесный подарок из Ревгош. И я считаю, что нам стоит открыть и посмотреть, что же там лежит. Мы можем увидеть здесь такую чудесную, красивую, очень эстетичную коробку. И когда мы ее открываем, очень вкусно пахнущий шампунь для всех типов волос. Я обязательно его протестирую. Но мне почему-то кажется, что он мне подойдет. И также увлажняющая и питательная маска для всех типов волос. Я вообще очень люблю всякие средства по уходу за кожей, за волосами. Я не знаю, почему мне так кажется, я их еще не тестировала. Но почему-то у меня есть ощущение, что, может быть, я буду их потом покупать. Кстати, самое смешное, что я просто обязана вам рассказать. Когда Эда вручала мне подарок, она сказала, что это не вся часть подарка. Вторая часть подарка просто не успела приехать из интернет-магазина. И потом, уже после праздника, я спросила у мамы. Мам, ты не знаешь, что это за подарок? И мама мне сказала, что это... Внимание! Помните, я вам говорила, что мама потихоньку начала распределять, кому что подарить, чтобы... То есть, там, Женя, подари мне, допустим, кроссовки. И, внимание, что она сказала Эде? Она попросила, чтобы Эда... Купила мне фляжку. Да, вы не ослышались. Фляжку. Фляжку для разного вида напитков. И, честно, я была просто безумно счастлива. Я очень жду, чтобы ее получить. Пожалуйста, не думайте, что я алкоголик. Мне просто, правда, очень хотелось себе иметь фляжку. Может быть, это связано с тем, что мой любимый сериал Люцифер. И там главный герой, собственно, Люцифер, постоянно в пиджаке носит фляжку. И просто в любой непонятной ситуации он открывает вот так вот пиджак, достает ее. Вот так вот на все смотрит. И потом опять пьет. И это, кстати, мой самый любимый персонаж во всем сериале. Так что, ну, как бы, вы понимаете, у нас просто с Люцифером ментальная связь. И я тоже захотела себе фляжку. Так что, Эда, огромное-огромное спасибо. Мне очень приятно. Хотела еще сказать, что у нашей семьи есть очень близкая подруга Марина. И утром она позвонила мне, поздравила меня и перечислила мне сумму на карту. И мне было очень приятно, потому что каждый год я зову Марину на день рождения, но она почему-то не приходит. Может быть, стесняется. Я не знаю, почему. И я знаю, что она вместе с сыном смотрит это видео. Так что, Марина, Максик, привет! Я вас очень сильно люблю и очень надеюсь, что скоро мы сможем увидеться. Так что, большое вам спасибо! Закончу это видео я, пожалуй, с чудесными цветами от моей бабушки. Я проснулась утром 26 июля и вижу эти чудесные цветы. Так что, мне очень-очень приятно. Бабушка не смотрит мой канал. Она даже не знает, что такое YouTube. Но я все равно скажу спасибо. Спасибо! Ну что, друзья, вот такое вот у нас вышло видео. Я знаю, что в этом году оно получилось не очень длинным, но я старалась максимально интересно вам рассказывать о каждом подарке. И на самом деле, я снимаю такие видео еще просто для себя, потому что мне реально иногда интересно пересматривать, что мне дарили в прошлом. И в этом что-то есть. Я все как бы документирую, всегда могу все посмотреть, вернуться в старые свои воспоминания. Поэтому это видео для нас с вами, для вас, подписчиков, и для меня просто как халявный сайт, куда я могу выкладывать свои воспоминания. Кстати, я не знаю точно, есть ли на данный момент у меня это видео на канале, но либо у меня уже выставлен влог с дня рождения, либо я выставлю его буквально через пару дней. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. Напишите мне комментарии и скажите, когда у вас день рождения. Мне будет очень интересно почитать. И что бы вы хотели какой-то подарок на свое следующее день рождения. Даже если у вас день рождения было вчера, пора уже задуматься о том, что вы хотите. Так что пишите дату вашего дня рождения и какой вы просто очень желаете подарок, какой у вас подарок мечты. Ну а мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Я вас очень люблю, целую, обнимаю и пока! Пока!